И последний вопрос. Существует ли Международная Шахматная Организация, координирующая деятельность шахмат как вида спорта, уполномоченная давать оценку подобным спекулятивным мероприятиям? И если да, то почему ее не слышно? Международная Шахматная Организация существует, собственно, одна. Это Международная Федерация Шахмат, ФИДЭ. Официальной точки зрения ее руководства на это я не знаю. Но, в принципе, президент ФИДЭ Кирсан Николаевич Рюмжинов, когда раньше речь заходила о каких-то таких непонятных, а не совсем красящих шахматы явления, он давал свой такой степной ответ. Он говорил, что собака лает, караван идет. Вполне возможно, что и здесь они заняли позицию нейтралитета, потому что все-таки надо отметить, что никакого такого всемирного пиара, по счастью, это достижение профессора не получило. Может, оно к лучшему. И вполне возможно, что ФИДЭ просто не захотело действительно давать лишний информационный повод. Хотя, с моей точки зрения, с моей точки зрения, это было бы не лишним. В общем-то, дезавуировать этот рекорд в кавычках, дать понять, в общем-то, что ничего подобного происходить не могло. Но, опять же, предложить господину Слесурчуку сыграть при условии надлежащего антикомпьютерного контроля хоть с программой, хоть с живым человеком, хоть как угодно. Такое предложение, между прочим, поступило от очень авторитетной в шахматном мире компьютерной немецкой фирмы Чесбейс, которая, так скажем, уже ни год и ни два на этом рынке, они предложили сыграть Слесурчуку с программой куда более слабой, только у них в офисе. Ну, естественно, ответа они на это предложение не получили, чего и следовало ожидать. Ну, я думаю, что, на самом деле, точки над «и» здесь должны быть поставлены. Имело место не какое-либо достижение, а обычное элементарное мошенничество. Технологии этого мошенничества вопрос другой. Ну, я думаю, что что-то могут рассказать всякие хитрые студенты, которые там используют современные технологии для сдачи зачетов и экзаменов. Думаю, что их знаний, в общем-то, хватит, чтобы примерно представить, как все на самом деле происходило. А не то, чтобы рыбку, а вообще даже шахматную программу куда более слабого уровня, обыграть человек, который полгода назад научился играть шахматы, просто не может. Такого не бывает вообще. На этом мы закруглимся. Продолжение следует...